Здравствуйте, ребята! Долгожданный дан звонок. Начинается урок. Начинаем мы опять решать, отгадывать, смекать. Пожелаем всем удачи! За работу! В добрый час! Тема нашего урока – уравнение на умножение и деление. Сегодня на уроке вы научитесь решать уравнение на умножение и деление. Наши ушки на макушке. Глазки шире открываем, слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Культура любого народа складывалась тысячелетиями. Развивались традиции, обычаи, обряды. Музыка всегда сопровождала человека. Себе в помощь люди создавали различные музыкальные инструменты. Они есть у каждого народа. Балалайка у русских, барабаны у африканских народов, гонг у китайцев, дамбра у казахов. Музыка помогала работать, справляться с трудностями, отмечать радостные и торжественные события. Перед исполнением музыкальных мотивов инструменты обязательно настраивают и проверяют. Найдите произведение чисел шести и трех. Восемнадцать. Девять разделить на три получится три. Восемь увеличить в четыре раза получится тридцать два. Найдите частные чисел восьми и четырех. Два. Девять умножьте на четыре. Получится тридцать шесть. Делимое десять. Делитель пять. Найдите частные. Два. По два взяли девять раз. Получится восемнадцать. Двенадцать уменьшите в четыре раза. Получится три. Рассмотрите первое выражение. Какое действие выполняется в этом выражении? Умножение. Назовите компоненты при умножении. Множитель. Множитель. Значение произведения. Рассмотрите второе выражение. Какое действие выполняется в этом выражении? Деление. Деление. Назовите компоненты при делении. Делимое. Делитель. Значение частного. Рассмотрим ситуацию. Рассмотрим ситуацию. На концерте в оркестре двенадцать домбристов сидели в три ряда. Сколько домбристов было в каждом ряду? Заменим неизвестное число домбристов буквой Х. И получим уравнение. Х умножить на три получится двенадцать. Нам неизвестен множитель. Как узнать неизвестный множитель? Нужно произведение разделить на известный множитель. Значит, Х равен двенадцать разделить на три. Х равен четырем. Сделаем проверку. Подставим найденное число в начальное выражение. Четыре умножить на три получится двенадцать. Значения левой и правой частей равны. Значит, неизвестное число найдено верно. Еще одна ситуация. В музыкальную школу привезли гармонии и раздали по шесть в три класса. Сколько всего гармонии привезли в школу? Заменим неизвестное количество гармонии буквой Х. И получим уравнение. Х разделить на шесть получится три. Неизвестным в этом выражении является делимое. Как найти неизвестное делимое? Нужно значение частного умножить на делитель. Х равен три умножить на шесть. Х равен восемнадцати. Сделаем проверку. Подставим найденное число в начальное уравнение. Восемнадцать разделить на шесть получится три. Значения левой и правой частей равны. Значит, неизвестное число найдено верно. Рассмотрим третью ситуацию. Шесть инструментов САС-сырнай разложили в коробке. В каждой коробке поместилось по два САС-сырная. Сколько коробок понадобилось? Заменим неизвестное количество коробок буквой Х. И получим уравнение. Шесть разделить на Х получится два. Как называется неизвестный компонент? Делитель. Как найти неизвестный делитель? Нужно делимое разделить на значение частного. Х равен шесть разделить на два. Х равен трем. Сделаем проверку. Подставим найденное число в начальное уравнение. Шесть разделить на три получится два. Значения левой и правой частей равны. Значит, неизвестное число найдено верно. Молодцы! Вы отлично справились с новыми уравнениями. Но чтобы хорошо закрепить это умение, выполните задание четвертое на странице шестьдесят первой после окончания урока. Составьте выражение к задачам. В мастерской изготавливают три дамбры в месяц. Сколько музыкальных инструментов изготовят за шесть месяцев? По три взять шесть раз получится восемнадцать. Восемнадцать музыкальных инструментов изготовят за шесть месяцев. А теперь для самых внимательных. В мастерской изготовили Б кабызов за месяц. Сколько кабызов изготовят за восемь месяцев? Б умножить на восемь. Ответ. Б умножить на восемь кабызов изготовят за восемь месяцев. Как называется такое выражение? Буквенное. Можно ли найти его значение? Нет, пока нам неизвестно значение Б. Молодцы! Вы справились со всеми заданиями. Наш урок закончен. Пришло время. Подвести его итог. Сегодня вы научились решать уравнение на умножение и деление. Вспомнили, как составлять буквенные выражения. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания. До свидания. Продолжение следует...